Музыка Мы все находимся сейчас в такой ситуации, когда в связи с мировым кризисом и с общим развитием надо принимать решения. Я думаю, что решения это должны быть все-таки совместные. И, пожалуй, главное, что предлагает таможенный союз, в отличие от других интеграционных механизмов, это равенство. Таможенном союзе это партнер равных для цели экономического развития равномерного и равного всех. И каждый член таможенного союза может повлиять на любое его решение и совместно потенциал развития таможенного союза. Но понятно, что он просто несравним с точки зрения потенциала развития, чем с тем же, допустим, Европейским союзом. И это все отлично понимают. Потому что нет в Европе таких огромных территорий, нет такого количества природных ресурсов. А территория — это логистика, это бизнес, это преимущество общего бизнеса. Я уже даже не говорю про общую культуру и общую историю, потому что она позволяет лучше выстраивать процедуры системы управления, на равных процедурой управления выстраивать. Вот этого просто нет. Это означает, что потенциал совместный таможенного союза позволяет нам прямо планировать уровень жизни значительно больше, чем в тех же европейских странах. Другое дело, как его достать, как этот потенциал реализовать. Но как раз-таки в таможенном союзе это все решения зависят от совместной деятельности. В таможенном союзе главный момент, связанный с инвестициями, надо выставить на передний план. То есть отладить механизм. Вы не забывайте, что это вообще не инвестиции из Европы. Это реинвестиции. Если мы говорим о России, то это те деньги, которые из России вывезли, обработали их через банковскую систему европейского центрального банка, через банковскую систему европейских банков, и потом вернули в Россию и Украину. И, следовательно, вопрос инвестиций, это вопрос дальнейшего развития таможенного союза, экономического союза, и формирования, и в том числе проведения валютной реформы на принцип, как ни парадоксально это звучит, европейского центрального банка. То есть здесь внутренние низкие процентные ставки, 1, 2, 3, 4 процента, которые, собственно, и позволяют нам говорить об этом. Но мы должны сами эти ставки через украинский банк формировать, через европейский центральный банк формировать, через российский банк формировать, через банковскую систему России и Украины. Вот откуда должны быть инвестиции. Этот механизм необходимо отладить совместно. Чем больше в таможенном союзе будет партнеров, тем быстрее этот механизм будет отлажен. Потому что, еще раз, он работает. Он работает в Европе, он работает в Америке, он работает в Китае, он работает в Японии. Нужно ли координировать свою работу и кооперироваться с Европейским союзом и странами Европы? Конечно, нужно, но на позициях равных, а значит на позициях сильных. Значит, нам надо усилить позиции формирования таможенного союза, совместно это предложение, с этих сильных позиций на равных договориться с Европой и продолжать договариваться с европейскими странами, в том числе используя совместные рынки. В том числе вступление в ВТО, которое, вообще-то говоря, эти рынки, мы так как бы считали, нам всем предоставило. В том числе и европейский рынок, о котором здесь все говорят. Поэтому вот тот магистральный путь, который позволит за небольшой срок, может быть 5-10 лет, нам вытащить уровень жизни до совместной, подчеркиваю, и равной, до уровня развитых стран Центральной Европы. И далее на равных с ним договориться о совместном партнерстве, как это исторически за последние 500 лет всегда и было.